Звериный оскал и грозный лай иногда может привести в чувство и одновременно парализовать даже самого отъявленного злодея. Четвероногие полицейские подчиняются лишь командам кинолога, который проводит с ними почти 24 часа в сутки. Надежда Ефимова и ее напарник лабрадор Янки вместе несут службу более двух лет. За это время девушка убедилась – собачий нос в их работе лучший помощник. Ни один детектор, ни один металлоискатель не может заменить собаку. Тем более собака практически не ошибается. Собака объективна. Ей не может нравиться человек или не нравится. Она все равно будет делать то, чем мы ее научили. Для нас собака – это незаменимый помощник. Можно об этом долго размышлять. Мы для собаки и авторитеты, кормилицы, друг. Это действительно тот тандем, когда собака не предаст. В кинологическом центре более сотни служебных собак – немецкие овчарки, лабрадоры и ротвейлеры. Их основные функции – розыск, задержание преступников, их конвоирование, а также поиск оружия, взрывчатки и наркотиков. Работа здесь нашлась даже ручным с виду – таксом. Они со свойственным им чувством охотника, с максимальной точностью по запаху крови могут определить, кому принадлежит та или иная вещь, найденная, скажем, на месте преступления. Она занюхивает на старте тот объект, который ей нужно отыскать в ряду, и идентифицирует с тем запахом, который, предположительно, мог оставить преступник на объекте. Если она его идентифицирует, то есть обозначает сигнальный позой садиться, то да, результат положительный. И чтобы дать стопроцентный результат, что да, этот человек причастен к данному виду преступления, берется три собаки. В ходе экскурсии студентам также рассказали, как у четвероногих проходят тренировки и о том, как поддерживают их здоровье. На территории центра работает ветеринарная лечебница, так как работа у четвероногих полицейских действительно собачья. По словам будущих юристов, полученные знания им пригодятся в дальнейшем. На учебе у нас теория в основном, практики есть, конечно, но в таких объемах нет. Экскурсия очень интересная, конечно, как работают, как воспитывают, как лечат, как дрессируют. Более подробно узнал о самих кинологах. Акция «Студенческий десант» продлится четыре дня. За это время студенты самарских вузов смогут подробнее ознакомиться также с работой патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы. Павел Баймаков, Алексей Золотенков. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова